Что еще произошло сегодня в мире? О самых громких событиях дня в обзоре Артема Михаленко. Новый виток в торговом противостоянии США и Китая. Дональд Трамп поручил рассмотреть возможность введения 25-процентных пошлин на импорт китайских товаров на сумму 200 миллиардов долларов. Об этом сообщил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. Ранее речь шла о пошлинах в размере 10%. Таким образом, Соединенные Штаты пытаются давить на Пекин, чтобы тот первым прибег к торговым уступкам. Напомню, Вашингтон в начале июня уже ввел торговое ограничение в 25% на ряд товаров из Китая. Общая сумма тогда составила 50 миллиардов долларов. Китай в долгу не остался и ввел свои пошлины против американских фермеров и предприятий, что затронуло 40% экспорта США в КНР. В Австралии создадут полицию селфи. Новое специальное подразделение будет вести борьбу с туристами, которые рискуют жизнью ради экстремальных фотографий. В частности, стражи порядка будут дежурить у потенциально опасных туристических мест. Таковым в Австралии является выступ скалы в Королевском национальном парке. В погоне за эффектными снимками любителей селфи пробираются за оградительные конструкции и подходят к краю выступа, который нависает над океаном. Он очень хрупкий и может обрушиться, а нарушителей будут штрафовать. Опасный кадр обойдется в 1800 евро. А вот это кадры, от которых становится не по себе. Один из пассажиров, разбившегося накануне в Мексике самолета, снял на камеру смартфона момент авиакатастрофы. На записи видно, что воздушное судно приступает ко взлету в сильный дождь. Видимость из иллюминатора очень плохая. Сразу после отрыва от земли зафиксирован мощный удар. Камера выпадает из рук пассажира. После слышны крики, охваченных паникой людей. Напомню, что при падении самолета никто из находившихся на борту 97 пассажиров и четверых членов экипажа не погиб. 25 человек получили травмы. Сильнее всех пострадал пилот. Его состояние критическое. Предварительная причина катастрофы – плохие погодные условия. Одна из самых главных французских достопримечательностей Эйфелева башня закрылась для посетителей накануне из-за забастовки персонала. В официальном твиттер-аккаунте «Железные леди» информация о временном прекращении работы была размещена на французском и английском языках. Работники сожалеют, что своими действиями причиняют неудобства тысячам туристов в разгар сезона. Они довольны действительно много. Некоторые гости Парижа приезжают с другого континента ради заветной экскурсии по Эйфелевой башне. Только в прошлом году ее посетили около 6 миллионов туристов. Но настоящие путешественники никогда не отчаиваются. Пожелаем парижской «Железной леди» открыться поскорее.